Дорога на север Жители Углегорского района жалуются на содержание дорог Раньше просто песком сыпали, правильно? А сейчас какие-то ингредиенты добавляют. Вот это, мне кажется, это не надо делать В районном Доме культуры поставили сказку с оригинальным сюжетом Мы сделали этот год самым большим из всех предыдущих Юные хоккеисты начали тренировки на закрытом катке 15-й случай смерти от коронавируса зафиксирован в Сахалинской области Умерла жительница Углегорского района 1967 года рождения По официальной информации болела 6 дней За медицинской помощью не обращалась Была госпитализирована К сожалению, спасти женщину не удалось За эту неделю еще несколько жителей Углегорского района получили положительные результаты анализов Показатели по ковид продолжают повышаться По данным Углегорской больницы, ковид подтвержден у 129 человек Пневмонии болеют 111 На самоизоляции 247 человек Сегодня ночью в Углегорский район из Южно-Сахалинска привезли первую партию российской вакцины от COVID-19 ГАМ-COVID-VAC Всего 16 ампул, каждая рассчитана на 5 доз Привезли коронавирусную вакцину Получается, привезли в определенном контейнере Сейчас ее определили Получается, в холодильную камеру При минус 18 градусах должна храниться Пять сотрудников Углегорской ЦРБ уже сделали прививки Первым привился Александр Сергеев Врач-психиатр, нарколог районной больницы Все дело сделано Самочувствие хорошее Принял решение пойти на вакцинацию не раздумывая Потому что сам работаю врачом Я знаю, как может протекать коронавирусная инфекция Поэтому пошел на вакцинацию Со спокойной душой Потому что знаю, что вакцинация Это тот способ снизить заболеваемость И победить эпидемию коронавирусной инфекции К вакцинации у нас от новой коронавирусной инфекции Допускаются лица от 18 до 60 лет В принципе, основная группа риска Это у нас врачи и педагоги И плюс еще лица, которые участвуют В социальном обслуживании нашего населения В Углегорском районе продолжаются рейды Сохраняется обязательно ношение масок На рабочих местах и в общественных В Сахалинской области 14 тысяч случаев заражения 11 тысяч выписаны 3 тысячи сейчас проходят лечение И 15 человек умерли Кому, сколько и на что 22 декабря углегорские депутаты Утвердили бюджет района на следующий год И плановый период до 2023 Сокращение, оптимизация и адаптация Эти слова в основе главного финансового документа района Для сравнения, бюджет 2020 года 4 миллиарда 800 миллионов рублей Следующего всего 2 миллиарда 986 миллионов И это на 39% меньше 2 миллиарда всех денег Нельзя разорвать на все Культура, спорт, образование, транспорт Экономить придется всем и на всем Даже одной из самых важных и затратных сфер ЖКХ В структуре расходов Ежегодно Практически половина всех наших денег Уходит на Сферу ЖКХ Несмотря на предстоящие сложности В районе сохраняют бесплатное питание Для школьников А еще местные программы По ремонту муниципального жилья И поддержке людей, оказавшихся В трудных жизненных ситуациях Кроме того, достроят текущие объекты А вот новые начинать не станут Проект бюджета депутаты утвердили Цифры эти не окончательные В течение года они всегда корректируются В первую очередь надежда на помощь региона Потом, я все-таки надеюсь, будут поправки областные Мы выживем Ознакомиться с цифрами бюджета будущего года Можно на официальном сайте Администрации округа На прошлой неделе коммунальный коллапс Оставил Шахтерск на два дня без отопления Обсудили это происшествие И на последней в этом году депутатской сессии Как показала последняя авария На теплотрассе в Шахтерске Вот эти все объекты ЖКХ Там буквально полтора метра трубы А в результате простой Населенного пункта Ну, весь световой день Ветхий участок теплосети Планируют полностью заменить В 2021 году Несмотря на серьезный дефицит районного бюджета Деньги на это выделили Подрядчик определен Контракт с ним уже подписан Правда, в администрацию округа опасаются Что до замены злополучная труба Еще может преподнести неприятные сюрпризы В этом отопительном сезоне Возможны еще работы С целью устранения проблемы В случае новых порывов Говорят коммунальщики Залатать ветхую трубу Получится уже более оперативно Без длительного отключения Населенного пункта от тепла Одна из углегорских дорог под угрозой Серпантин, который ведет На север района, осыпается в море Подробности у Алины Голоскок Одна из самых красивых и опасных Дорог углегорского района Ведет на север С недавних пор на одном из ее участков Надо быть вдвойне внимательным С одной стороны обрыв С другой территория аэропорта За забором Несколько метров серпантина Тут сползает в море Металлическое ограждение отсутствует Бревна, которые укрепляли берег Весну 2020-го не пережили Сверху лед со снегом Снизу море Сделали свое дело С какой скоростью продолжится обрушение Не знает никто Возможно, через 2-3 месяца Ездить тут придется в одну колею Из соображений безопасности Эта дорога на углегорский север Единственная От аэропорта до Башнякова Она принадлежит муниципалитету Денег на восстановление В местной казне нет Помочь может вмешательство Областных властей Региональный Минтранс Готов забрать две дороги Из муниципальной собственности В областную От шахтерского аэропорта до Башнякова И от Углегорска до Орлова В общей сложности почти 97 километров До 1 апреля будущего года Я надеюсь, что эта передача состоится И администрация уверена в том Что область поучаствует В ремонте аварийного участка дороги Ну а пока каждому, кто едет на север Надо быть крайне внимательным Занос на аварийном вираже Может стать фатальным Алина Голоскок, Александр Гагаркин Евгений Мелехов Углегорские новости Не зажгли, но включили В Шахтерске второй раз Перенесли открытие елки На 29 декабря Причина Не успели устранить повреждения Нанесенной недавним циклоном Зато на въезде в населенный пункт Стало ярче Подсветить новую стелу успели до Нового года Кроме трех светильников у основания Композицию дополнили финальными штрихами Это каменные булыжники Они символизируют уголь В него вгрызается основной элемент стелы Шахтерская кирка Теперь в Углегорском районе Две стелы с подсветкой Вторая на въезде в Углегорск Со стороны Ольховки Она, напомню, сделана в виде пылающего факела Уборка снега, посыпка дорог и тротуаров Зимой работы у коммунальщиков хватает Но и жалоб от населения тоже В том числе и на нашем Ютуб-канале Никогда такого не было Утверждают местные жители Про грязь на дорогах Наша съемочная группа узнала Кто и как их содержит Не, солью, конечно, я бы Всю жизнь никогда не сыпали А сейчас стали сыпать Какими-то ингредиентами Еще ингредиентами они делают Поэтому сильно тает И грязь вот эта несется Даже в магазины Раньше просто песком сыпали, правильно? А сейчас какие-то ингредиенты добавляют Всыпают, ну, конечно, надо Чтобы люди идут Чтобы не скользко было Особенно бабушкам стареньким С детьми ходят Ну, конечно, песком и надо Если скользко, допустим Ну, что, что грязь Зато человек не упадет Я так считаю Лучше бы, сказать, посыпают Для борьбы с гололедом Используют природные материалы Песок и соль Все по федеральным стандартам Грязь на дорогах появляется Из-за воздействия соли На снег и лед Вода смешивается с песком И остатками снега Превращаясь в грязевую жижу И тут важна слаженная работа дорожников Убирать талый снег Нужно не затягивая Обслуживает уличную дорожную сеть Муниципальное бюджетное учреждение Управление дорожно-транспортным хозяйством Хотя ранее этим организация не занималась Функции благоустройства и техника Перешли весной 2020 года Сейчас в ведении учреждения Углегорск, Медвежьи, Краснополия Никольское, Поречи, Орлова, Ольшанка А уже с нового года Добавятся шахтерские и близлежащие села Кроме Башнякова У нас есть норматив И мы посыпаем песко-соляной смесью То есть тротуары Пытаемся Сыпать просто песком Но при наледе Для снятия Тоже используем песко-соляную смесь Комбинированные дорожные машины Грейдеры и погрузчики На этой неделе парк дорожной техники Пополнился еще одним Снегоуборочным автомобилем Он снабжен песко-разбрасывателем Сейчас же рабочие вручную Посыпают песок на тротуары Однако техники у дорожников Никогда не бывает много После нового года Будет закупаться еще Дополнительно Один погрузчик с щеточкой То есть потихоньку будем парк наращивать От работы коммунальщиков Зависит безопасность дорожного движения Одна из причин возникновения ДТП зимой Неудовлетворительное содержание дорог В этот период сотрудники Углегорской ГИБДД Чаще регистрируют столкновения автомобилей И съезд с дороги К общему количеству ДТП зарегистрированных В 2020 году А их было 34 Всего составляет 6% От общего числа Это те ДТП В которых были Неудовлетворительные дорожные условия Именно в зимний период По вопросам расчистки и уборки снега Жители района могут обратиться В управление по телефону 45 166 Или написать в инстаграм-аккаунт Который вы видите на экране Валентина Каменская, Александр Гагаркин Углегорские новости Добавлю, в Углегорске перешли На ночной режим уборки дорог от снега Техника выходит на улицы с 23 часов А заканчивается расчистка в 6 утра В среднем за одну ночь Вывозят 90 самосвалов снега Такая практика уборки Применяется впервые Система ночной расчистки очень удобная Утром жители идут на работу Уже по чистым дорогам Получить бесплатную консультацию врача дистанционно Может любой житель Углегорского района Телемедицина Направление хоть и молодое, но перспективное Принимают врачи из Южно-Сахалинска Как записаться на онлайн прием И кому уже удалось это сделать Житель Шахтерска Вадим Куранов Знает, как не сидеть в очереди к врачу Онлайн консультация Быстрая, доступная и оперативная Дистанционное посещение поликлиники Точно актуально в пандемию Я решил обратиться к врачу Но не прямым способом А с использованием телемедицины Я воспользовался порталом госуслуг Записался к врачу Врач вышел со мной на связь через полчаса Ответил мне сначала в чате Спросил, могу ли я И готов я выйти с ним на связь На что я ответил, да Затем он позвонил мне по видеосвязи Такую услугу оказывает Южно-Сахалинская городская поликлиника Номер 4 Из специалистов Невролог, эндокринолог, терапевт Важно! Пациент должен быть зарегистрированным На портале госуслуг Прикрепление к местной поликлинике Не обязательно Телемедицина Телемедицина это новый вид оказания медицинской услуги Удаленным способом Данная услуга как никогда является актуальной Поскольку все мы с вами в период ограничительных мер В период добровольной самоизоляции Должны избегать мест массового скопления людей Поэтому эту услугу можно получить Не выходя из дома Записаться на онлайн прием просто Для этого нужно пройти по ссылке Госуслуги.онлайндок.ру Заполнить персональные данные Выбрать повод обращения И предпочитаемый формат консультации Далее подаем заявление ведомства После того как оно обрабатывается Выбираем нужного врача И удобное время приема Готово! Вам назначена онлайн консультация с врачом Врач сам связывается с пациентом По телефону в текстовом чате На портале госуслуг Или с помощью видеоконференции Кстати, на прием можно записать и ребенка Запись доступна даже на 1 января Евгений Мелехов, Валентина Каменская Александра Гагаркин Углегорские новости Углегорские новости объявляют новый фотоконкурс Тащи удачу для любителей зимней рыбалки Достойно улов и курьезные случаи на льду Все это может быть на фото Главное условие Снимки должны быть посвящены зимней рыбалке И сделаны в этом сезоне В Углегорском районе или за его пределами Не важно Фото надо прислать на номер, который видите на экране Не забудьте указать свое имя, фамилию, дату и место съемки Фото принимают до 18 января включительно Победитель определит жюри Обладателей второго и третьего мест Выберут читатели углегорских новостей Голосовать можно будет на сайте Углегорск.ньюз Подарки и минута славы В том числе и на Углегорском телевидении Победителю-призером гарантированы По вопросам рекламы, объявлений и бегущей строки Обращайтесь к нашим специалистам Телефон 8 924 283 04 47 Прямо сейчас прервемся на рекламу Не переключайтесь, мы скоро встретимся Редактор субтитров А.Семкин Панорама и Панорама Плюс Мебель на любой вкус Большой выбор мягкой мебели Спальных и кухонных гарнитуров Кровати, прихожих, зальных стенок Рулонных и тканевых штор Ковровых изделий Письменных и компьютерных столов Доставка мебели по району Продажи в рассрочку Мы находимся на городском рынке в Углегорске Приходите, всегда рады Редактор субтитров А.Семкин Елки для углегорцев и шахтерцев Привезли из Пореченского леса В прошлом году в аукционе на рубку хвойных Желающих не было В этот раз праздник землякам подарил Углегорский хирург и по совместительству Фермер Евгений Степанов К Новому году заготовили 100 деревьев Их продают в Углегорске на территории Ярмарочной площади И в Шахтерске у магазина Детский мир Сумма от 1 до 2 тысяч рублей Максимальная высота елки 2 метра Ярмарки проработают до вечера 31 декабря Несмотря на ограничительные меры Связанные с пандемией Жители Углегорского района Смогут получить новогоднюю ночь Праздничные эмоции При хороших погодных условиях Повеселиться у новогодних елок Под музыку смогут жители Башнякова, Никольского и Поречья С часу ночи 1 января 2021 года Работники сельских клубов проведут праздничные программы Поздравлять жителей будут Дед Мороз и Снегурочка А вот в Углегорске и в Шахтерске Привычные мероприятия в новогоднюю ночь отменили Главных сказочных героев не будет С вечера 31 декабря На главной площади райцентра И на площадке у Горного техникума В Шахтерске Для желающих потанцевать Зазвучит музыка А в час 30 1 января Жители обоих населенных пунктов Порадуют яркие огни праздничного фейерверка У хоккеистов Углегорского района Уже начались тренировки Две группы детей Младшая от 5 до 7 И средняя от 10 до 13 лет Проверяют крытый каток на прочность Записаться можно по номеру телефона 43 604 Дарья Кораблева отправилась на тренировку К юным хоккеистам Первые тренировки в сезоне И первые шаги на льду 7-летний Дмитрий Малюков Только начинает свой путь в хоккее Играть захотел сам И на коньках стоит без посторонней помощи Просто можно кататься Вперед и назад Плюска большая Вода пустыли И можно забывать голову Но за безопасностью спортсмена Следит тренер Эдуард Осипов И самый опытный игрок Леонид Корецкий Соревнований было много Заниматься Леонид начал с трех лет Вдохновил на спорт папа Евгений Корецкий Тоже хоккеист Он начал меня брать с собой на тренировку Сначала смотрел, сидел Как они катались, мне понравилось Потом я начал брать с собой на тренировку Купил на первую форму В которой мы все дома лежим Вот и начал ходить сюда Уже 9 лет Для безопасности форма, которую закупили в спорткомплексе в прошлом году В комплект входит шлем с железной маской Уплотненная защита для шеи Пластиковый нагрудник Шорты с вставками На локотнике На коленнике Щитки, закрывающие от колена до голени И специальные перчатки Краги Все это спасает от синяков и ушибов А тренер Эдуард Осипов Помогает психологически Поддерживает дисциплину в команде В таком возрасте в раннем У них только формируется психика И вообще осознание о мире И о жизни, обо всем И очень важно не испортить это представление Расстановка на поле Без желания самих спортсменов Александр И в прошлом нападающий Но тренер увидел другие способности В областном турнире «Золотая шайба» Александр получил награду лучшего вратаря Среди пяти команд Потому что нагрузка физическая Ну там подниматься устал, отбывать устал После Нового года ребята отправятся на соревнования В Южно-Сахалинск и Макаров А позже объединиться в Углегорск и Шахтерск Для показательного матча Присоединиться к команде еще можно Запись по номеру телефона 43-604 Дарья Кораблева, Евгений Мелехов Углегорские новости С 8 декабря в Углегорске открывается лыжный сезон С этого дня на базе спорткомплекса Углегорский заработает пункт Выдачи лыжного инвентаря Взять его можно бесплатно Время работы ежедневно Без выходных с 10 до 18.00 Перерыв в работе будет только На первые два дня Нового года 1 и 2 января При получении потребуется паспорт Для детей лыжи и ботинки могут взять старшие Все размеры в наличии Для любителей лыжных гонок В привычном месте уже накатана трасса На территории базы За городским судом А вот шахтерские гонщики Встали на лыжи уже с 15 декабря К этому времени для них Снегоходами накатали лыжню Как и всегда, она находится неподалеку от горного техникума За торговым центром В районном Доме культуры стартовали новогодние представления В этом году в сказочном сюжете есть вирусная история Плюс новогодние показы проходят с соблюдением санитарных правил О том, как прошла премьера, расскажем далее Вас беспокоит злой умысел Мы заказывали журнал «Злобс» Трюскун Мирзлодович и его помощница Вновь задумали похищение На этот раз это 2021 год А в прошлом им уже удалось украсть 2020 Поэтому столько бед он и принес Я его спрячу у тебя в бункере Не зря я его построил Ночь перед снигурацией Или как старый год новый спасал Подготовка к сказке велась с августа месяца Эскизы костюмов, сценарии, задумка персонажей Малая часть работы 40 человек воплощали задумку на сцене Сегодня был старт Дан старт нашим сказкам С 23 числа мы начали показы Закончатся они в воскресенье То есть всего у нас 17 сеансов Как сказок, так и утренников Дальше 3 января мы повторяем повтор Делаем новогодние сказки Резервный день 4 января Если будет спрос ввиду ограничений Мы не можем полные залы собирать Поэтому растягиваем по заявкам Сеансов на увеличение В день премьеры зрители встречали Со всеми антиковидными правилами Пока сказки производился По сформированному списку Без предварительной заявки На спектакль попасть не получится Екатерина Иванова Вместе с 10-летним сыном На сказку приехали из Башнякова Ну все очень хорошо прошло Довольно таки интересно Главное, что понравилось детям Все отлично прошло Молодцы, подготовились хорошо Очень интересно После сказки утренник на втором этаже Районного дома культуры Еще один повод порадовать детей и родителей Костюмированные герои угостят сладостями И развлекут конкурсами Правда без хороводов и на дистанции Сегодня я играю Лизу из мультика Барбоскины Вот Волнуетесь? Да Это не первое выступление Но с каждым выступлением волнуешься Билеты на сказку Ночь перед Снегурацией На 26 и 27 декабря Можно приобрести в кассе Районного дома культуры Стоимость билета 350 рублей Дополнительная информация по телефону 45 410 Или 43 302 Кстати, новогодние представления Могут показать 3 и 4 января Если желающих будет много Приходите к нам, мы вас ждем Дарья Кораблева, Александр Гагаркин Углегорские новости Личное первенство Углегорского городского округа По классическому жиму штанги лежа Прошло в спорткомплексе Углегорский Среди участников состязались Как мужская, так и женская категория спортсменов Задача была поднять штангу Масса которой половина собственного веса Максимальное количество раз В личном первенстве 12 участников Возраст от 9 до 27 лет В этом году спортсменов значительно меньше Соревнования у нас проходятся раз в год Участников из-за пандемии становится все меньше Хотелось бы, конечно, больше и активнее Активнее участников привлечь Тренировки начинаются за два месяца до соревнований У каждого спортсмена своя техника За две недели с тренером проводится проходка Это окончательный результат перед выступлением На данном соревновании Принципе предел, к сожалению, был То есть 160 Опять же, для сей весовой категории Это довольно-таки плохой результат То есть, если смотреть по разрядным нормативам Федерации ВПК Я, в принципе, перевыполнил норматив мастер спорта До МСМК, мастера международника Мне не хватает, к сожалению, 15 килограмм Но есть к чему стремиться В жиме лежа существуют возрастные и весовые категории Специальное оборудование и тренажеры Единая форма, а также строгая техника безопасности Перед выступлениями спортсмены проходят медицинское обследование Кстати, с областных соревнований Углегорский район без призов не возвращается Уже в феврале наши спортсмены Примут участие в областном чемпионате по жиму лежа До Нового года остались считанные дни Время наряжать елку, украшать дома И, конечно, покупать подарки Мы решили выяснить, что хотят найти Жители Углегорского района под елкой Автомобиль Вот как раз поеду учиться Жену счастливую Машину Да, мне все есть Что еще? Машину надо? Самое главное здоровье Зубы ставим Велосипед, да, зимнего варианта Машин на радиоуправляем Наверное, новый компьютер Счастье Чтобы у моего внука все дела складывались благополучно Самое главное здоровье Всем родственникам и всем людям Самое главное здоровье, да, люди не болели Вот это коронавирус скорее ушел Чтобы никакой проблем не было, правильно? Золотой покрымушку Ноутбук Делать презентации, которые в школу будут дожди Наверное, здоровье А больше ничего не надо Чтобы у детей здоровье было А больше что? Больше в жизни ничего не надо Уехать куда-нибудь, образование хорошее, чтобы было Хочу жену и ребенка, девчонку мечтаю Монополию Я даже хотела монополию Это секрет Почему секрет? Потому что Это были углегорские новости Далее смотрите прогноз погоды Я с вами прощаюсь До скорой встречи По информации ГИСМЕТИО Завтра в углегорском районе ожидается пасмурная погода Снег Днем минус 13, ночью минус 17 градусов Порывы ветра до 13 метров в секунду В воскресенье пасмурно, небольшой снег Минус 14, минус 15 градусов В понедельник будет также пасмурно, снег Днем 14, ночью 15 градусов ниже нуля Скорость ветра 13 метров в секунду В вторник пасмурно, небольшой снег Днем минус 14, ночью 15 градусов мороза Ветер до 13 метров В среду пасмурно, небольшой снег Днем 13, ночью 17 мороза Ветер до 10 метров в секунду В четверг синоптики также прогнозируют пасмурную погоду со снегом. Днем минус 13, ночью мороз 18 градусов, ветер с порывами до 20 метров. В пятницу снова ожидается пасмурная погода, снег, ветер, температура воздуха днем 14, ночью 15 градусов ниже нуля. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»